Самая первая реальная работа нового Министерства юстиции – это утверждение открытой политики в юридической сфере. Специалисты за три с небольшим месяца успели разработать новое положение, провести конференцию и внести изменения во внутренние положения исправительных учреждений. Переработке подверглись 109 пунктов. Главный итог – удалось добиться соблюдения прав человека. Мы разрабатываем правила для реализации и принятия закона о запрете продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Кроме этого, создаем рабочие группы, связанные с деятельностью отделов по возврату банковских кредитов. Мы на протяжении уже многих лет поднимаем вопросы контроля процесса исполнения судебных решений и возмещения средств. Министерство юстиции стало открытым для граждан благодаря своей веб-странице. Более того, теперь предложения и жалобы можно направлять по электронной почте. Работы по реформе правовой структуры были утверждены на прошедшей весенней сессии. Сейчас мы разрабатываем пакет из 10 законопроектов для обсуждения на осенней сессии 2012 года. Главная задача – все перемены должны быть направлены на соблюдение прав человека. Главное управление полиции при Министерстве юстиции тоже проводит реформы. В числе перемен – создание новой структуры полицейских участков на каждые 100 тысяч человек. Открытие центров обслуживания граждан в трех точках города, наиболее подверженных случаям правонарушений. Делгар Сурен и Мобилек, Аист, Монголия.